Теракт в Подмосковье спровоцировал антимигрантские и ксенофобные настроения в России на всех уровнях. Депутаты требуют вести цифровой контроль за приезжими, полицейские устраивают облавы. Суды после недели таких рейдов выдворили из страны сотни мигрантов. Те, у кого есть жены, дети, едут работать в Россию. Но сейчас уже трудно стало и там. Там больше не дадут нормально работать. Поймают пару преступников-таджиков и начинают внушать всем, что вся таджикская нация – террористы. Давление оказывают на всех уровнях и на государственном, и на бытовом. Уже известны случаи избиения на улицах, а еще россияне отказываются ехать в такси с водителями из стран Центральной Азии. Во-первых, мое имя не славянское. Возможно, в этом причина. Они беспокоятся о том, какой человек придет. Теперь я работаю по ночам. В основном заказывают мигранты. Эксперты исследовательского центра САВА сообщают, что с начала 2024 года им стало известно о 45 нападениях, совершенных на почве ненависти. Обычный русский нацист не разбирает. Он бьет не по паспорту российский или таджикский, он бьет по нерусской физиономии. И поэтому это действительно сейчас волна ксенофобии, она накрывает все. Контролировать поток мигрантов теперь будут и в оккупированном России Крыму, заявили в оккупационной администрации. На оккупированном полуострове и в ряде российских регионов ввели запрет на найм мигрантов по 35 видам экономической деятельности. Мигрантов будет запрещено нанимать, в частности, в растении водческой и животноводческой отраслях, производстве пищевых продуктов, в обеспечении электроэнергией, газом и паром, в обработке и утилизации отходов, в торговле оптовой и розничной, кроме торговли автотранспортом и мотоциклами. Приезжим также запретили работать в сферах образования и культуры. Из публикации в телеграм-канале The Moscow Times. Мигранты в Российской Федерации – расходный материал. Москва обманом отправляет рабочих иностранцев на войну России против Украины. Речь идет не только о гражданах из ближнего зарубежья. Федерация массово вербует на войну против Украины граждан Непала и Индии. К слову, во всех странах Центральной Азии служба в армии иностранного государства считается преступлением. Поэтому мигрантов, согласившихся подписать контракт с Минобороны России по возвращении домой, ждет уголовное преследование. Сроки лишения свободы по этой статье от 5 до 10 лет в Узбекистане и до 12 в Таджикистане и Кыргызстане. Виктория Смирнова для телеканала Фридом.